Здравствуйте, друзья! Одним из поводов для сегодняшней программы стало повышение цен на тепло, свет и воду в Архангельской области на 2,3%. Второе, кстати, повышение за год. В январе тоже стоимость увеличилась. Такая тенденция жителям пришлась, естественно, не по нраву, потому представители власти, эксперты и ученые в очередной раз сверили часы на Всероссийском семинаре в Архангельске по тарифному регулированию. И один из участников сегодня у нас в студии – это директор Института проблем ценообразования и регулирования естественной в Наполе и Высшей школы экономики Илья Долматов. Илья Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, два раза в год за 2019-й повышался тариф на коммуналку. Каковы перспективы в этой связи и будут ли колебания в большую-меньшую сторону от этих 2,3% по Архангельской области? Да, но ситуация в этом году нетипичная. Откуда берутся цифры? Собственно, в первую очередь, конечно, это инфляция, которая в этом году ожидается в размере 4%, и в этом случае можно сказать, что энергетики, коммунальщики, они даже идут по индексации ниже, чем уровень инфляции, довольно существенно. Именно в этом году, хотя изначально планы были увеличить порядка 4% в уровень инфляции, но по факту произошло несколько меньше. Но на 2020-й год как раз-таки на 4% возможно и вырастет коммуналка. Примерно так. Такой ориентир дается сверху правительствам. Вообще политика сейчас направлена на то, чтобы тарифы росли в пределах уровня инфляции, и ориентиры по прогнозам Минэкономразвития, они как раз укладываются в пределах 4%. 4% ограничивается рост платы граждан, который не должен быть превышен. Соответственно, есть это в среднем, конечно, индекс по всей России, в отдельных регионах он может несколько меняться, в отдельных муниципальных образованиях он может меняться, но в среднем вот такой ориентир будет. Поэтому здесь сложно сказать, какой будет показатель именно по Архангельской области. То есть сейчас эта работа проводится на уровне региональном, на федеральном уровне будут утверждаться эти предельные уровни тарифов. Но в любом случае ориентир, я думаю, вот такой будет. Но в 2020 году не два раза, а один ожидается. Да, с 1 июля, то есть вот те тарифы, которые с 1 июля этого года повышены, они будут в дальнейшем изменены только с 1 июля, не раньше. Но получается, что коммунальщики сейчас за 2019 год получают доходов меньше, чем могли бы. Не случится ли так, что в 2020 году нас ждет резкий, например, скачок? Здесь я почти уверен, что нет резких скачков не будет, потому что за оплатой граждан государство очень пристально следит. И даже недавно в июне было выпущено постановление правительства, которое, в общем, ограничивает, сокращает число вообще возможностей для превышения этих предельных уровней тарифов. Поэтому правительство довольно внимательно за этим следит, и никаких резких ростов не будет. Хотя мы понимаем, что, конечно, коммунальные энергопредприятия, они в некоторой степени получают меньше денег, чем они изначально, может быть, планировали. Изначальные установки были правительства про 4%. Но это может действительно сказаться на том, что компании будут либо сокращать свои какие-то инвестиционные расходы, либо оптимизировать другие расходы. Но, в общем, это вопрос непосредственно с каждым предприятием. По сути, та работа, которая проводится на региональном и федеральном уровне, она, в общем, и будет направлена на то, чтобы изыскивать резервы и укладываться в эти пределы. А если говорить о бизнесе, то что с коммунальными платежами как раз для них? Для них, ну, здесь, смотрите, здесь для них, собственно, политика ужесточения, она здесь не имеет некой дискриминации. То есть, она относится к коммунальным предприятиям в полном объеме и для населения, и для прочих потребителей. Единственное, что у населения правительства и на региональном уровне имеет дополнительную возможность субсидирования этих тарифов. И, насколько я знаю, в Архангельской области более 4 миллиардов выделяется на эти цели. Соответственно, для прочих потребителей таких льгот, в общем, нет. И для них может быть чуть больший темп роста тарифа, например, на водоснабжение, на теплоснабжение. Но, с другой стороны, я могу сказать, что, допустим, по электроснабжению темп роста тарифа был, если я не ошибаюсь, даже ниже инфляции, или будет, точнее, ниже инфляции, порядка 2%. И это связано с тем, что есть особенность, допустим, Архангельской области, того, что она находится вне ценовой зоне. И, по сути, все составляющие тарифа регулируются, как составляющие производства электрической энергии, передачи и избыта. В отличие, например, от того, что сейчас обсуждается, допустим, в Центральной России, когда рост цен на оптовом рынке довольно приличный, уже порядка 10%. И погода ожидается, может быть, даже чуть больше этих процентов. Конечно, потребители этим не сильно довольны. То есть, вот здесь фактор сдерживания не выдерживается. Поэтому, в этом плане можно сказать, что Архангельская область находится несколько даже в лучших условиях. Но нельзя сказать, что как раз-таки то самое субсидирование, которое есть для обычных граждан, оно компенсируется тем самым большим тарифом для бизнеса? Нет, нет. Здесь такого перекрестного субсидирования в коммунальных платежах нет. Я имею в виду сферу теплоснабжения, водоснабжения. Иначе такие тарифные решения просто отменялись бы. Речь идет именно о льготных тарифах, которые покрываются за счет бюджета именно для населения. То есть, для прочих потребителей просто такой преференции нет. Таких средств не выделяется. А для населения в целях социальной защиты, конечно, это предусматривается. Рост тарифа вовсе не означает иногда рост платежа. Если мы говорим, например, про разумное энергопотребление. Но люди задаются вопросом. Собственно, мы экономим ту же электроэнергию, воду. Но, тем не менее, платим по тарифу, который растет два раза в год. Я думаю, те, кто оптимизирует свое потребление, они точно ощущают на своих платежках, что они платят меньше. Это, в первую очередь, связано с установкой приборов учета. И это точно выгодно. А мы скорее говорим про средние цифры роста тарифов, например. Потому что экономика предприятий, регулируемых, она специфична. То есть, это не просто конкуренция, это естественная монополия. И поэтому к ней применяется довольно жесткое регулирование. С тем, чтобы она тоже не провоцировала рост издержек у промышленных потребителей. У прочих потребителей для населения было приемлемо. Поэтому, конечно, регулируемая организация, например, в период, когда у них растет полезный отпуск. Когда, допустим, растут производства, потребления ресурсов со стороны населения. То, конечно, это дополнительно сдерживающий фактор для роста тарифа. Потому что за счет объемных показателей это происходит. Когда, наоборот, объемы падают, то это, конечно, дополнительно негативный фактор. Когда оборудование, по сути, тоже сохраняется. А объемы потребления меньше. Естественно, компания недособирает тех денег на содержание, которые ей необходимы. Поэтому регулятор, конечно, к этой ситуации относится комплексно. Смотрит на возможные издержки, оптимизацию и так далее. Но фактор изменения объемов он вынужден учитывать. Потому что это все-таки фактор внешний для компании. Насколько потребители снизили, оптимизировали свое потребление. Поэтому здесь, скорее, проблема такая историческая, когда мы в большинстве случаев оплачивали потребление ресурсов по нормативам, которые были завышены. А сейчас мы переходим на приборы учета. И, естественно, оптимизация платежки тоже присутствует. А вот тот самый эталонный тариф, о котором так много говорится. И, собственно, это задача, в общем-то, поставленная президентом. Сколь реально прийти к какому-то эталону? Потому что все регионы разные. Виды топлива абсолютно различаются в тех или иных субъектах. Как прийти к этому эталону? Что будет являться, собственно, эталоном? Это вообще большая дискуссия. Потому что действительно страна большая, огромное количество предприятий с разными условиями функционирования, с разным, опять-таки, износом оборудованием. Сельская местность, городская. Все эти нюансы, они действительно имеют значение для экономики конкретного предприятия. И Федеральная антимонопольная служба как методолог, как орган, отвечающий как раз за выпуск методических указаний, над этой проблематикой работает. И не могу пока сказать, что есть вот такие яркие победы, достижения в этом вопросе. Например, сейчас у нас только запущен пилот по сбытовым надбавкам. Это такой сегмент небольшой. Он буквально в конечной цене составляет порядка 5-10% конечной цены. И то мы видим, что пока этот опыт, я лично расцениваю, как не самый удачный, потому что произошел рост сбытовых надбавок по всей стране где-то в полтора раза, например. Направляли замечания к методике о том, что необходимо ее скорректировать. Поэтому такой пилот был осуществлен на таком небольшом сегменте, понимая, что к нему нужно присмотреться, понять те ошибки, которые были допущены, с тем, чтобы не распространить на другие отрасли. А сейчас, и сегодня мы обсуждали на нашем семинаре совещания, планируется внедрение талона в электросетевом комплексе, дальше в тепле, в воде. И, конечно, к этому все настороженно относятся, с тем, чтобы это не привело к каким-то дополнительным темпам роста тарифа. И я думаю, что здесь, конечно, такая осмотрительность, она необходима. И, в общем, эта задача, еще раз подчеркну, скорее всех профессиональных участников, регуляторов, с тем, чтобы мы не пришли к действительно увеличению издержек. Сейчас существует версия законопроекта о государственном регулировании Цент-Тариф. Федеральная темнопольная служба выступила инициатором этого законопроекта. Скажу сразу, что он проходит довольно такие тяжелые, долгие обсуждения. Сложный законопроект. Сложный, собственно, потому, что система регулирования уже более 20 лет выстраивалась в России. И, в общем, просто так ее изменить довольно сложно. И поэтому очень много замечаний и предложений на этот законопроект. Но при этом Федеральная темнопольная служба хочет обобщить какие-то лучшие практики, сделать какие-то правильные акценты в регуляторике с тем, чтобы этот закон мог распространить такие единые принципы регулирования на многие отрасли. Пока этот сначала планировалось, что закон будет такой фундаментальный и большой, но потом от этой идеи отказались. И сейчас рассматривается версия такого рамочного, но принципиального закона, который бы дал правильные сигналы для изменения законодательства отраслевого и так далее. Но еще раз подчеркну, пока текущая версия, вот и мы сегодня обсуждали, она, конечно, еще требует доработки существенной. Ну и предложения поступают, как правило, и с регионального уровня, и с муниципального, в том числе. Вот если говорить об Архангельской области, то в целом сложилось впечатление, что у нас, скажем так, такое понятие, как тарифное регулирование, оно не просто существует, но и как-то живет, развивается. И работа в этом направлении ведется сегодня и властями, в том числе. Вы знаете, тот факт, что мы уже седьмой год подряд проводим это семинар-совещание, и как раз агентство по тарифам уделяет этому внимание, чтобы, во-первых, и ресурсоснабжающие организации, и потребители, и общественность, собственно, была в курсе происходящего. Мне кажется, это само по себе характеризует довольно позитивно работу, потому что, ну вот знаю, со многими регионами общаюсь, да, не каждый регион готов проводить такие мероприятия. Все-таки это всероссийские семинар-совещания, там представители федеральной антимонопольной службы присутствовали. Ну и не могу не отметить то, что сегодня представители федеральной антимонопольной службы вручили почетную грамоту руководителю агентства по тарифам и ценам Архангельской области Поповой Елены Алексеевны. Замечу, что федеральная антимонопольная служба скупа на такие поздравления, и, ну, на моей практике это первый случай, когда такая награда вручается региональному регулятору. Вот, поэтому, на мой взгляд, работа точно ведется, и я бы оценивал, что именно на очень хорошем уровне это происходит. Еще раз подчеркну, что работа регулятора очень сложная в условиях того, что слишком много факторов на них влияет, и, конечно, работа во многом неблагодарна, да, говорить населению о том, что в очередной раз у нас увеличатся тарифы. Но еще раз подчеркну, что если бы этого регулятора не существовало бы, то тарифы были бы там существенно в разы больше, чем то, что сейчас происходит. Вот, поэтому команда действительно квалифицирована, и уже там, вот мы седьмой год подряд проводим. Я считаю, что Архангельской области в этом плане повезло, конечно. Ну, будем надеяться, что и дальше нашему региону будет вести, в том числе и с вопросами, которые связаны с тарифами. Я благодарю вас большое за то, что нашли время для беседы с нами. До новых встреч. Да, спасибо вам. Спасибо. О тарифном вопросе говорили сегодня на 13 этаже. Выпуск уже можно найти в нашей группе ВКонтакте. Всего доброго, и будьте с телеканалом «Регион-29». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова